Атеросклероз – заболевание, при котором на стенках артерий откладываются жировые бляшки, сужая просветы сосудов и ухудшая кровоснабжение. Это может вести к инфарктам и инсультам. Недугом страдают не только взрослые, но и дети. Причина чаще всего в изменении липидного обмена. Однако далеко не каждый родитель следит за уровнем холестерина у своего ребенка. Самарский студент-медик Сергей Свиридов разработал специальное приложение, которое поможет обнаружить тревожные симптомы у детей и подростков на ранней стадии, не дожидаясь развития болезни. Атеросклероз и его осложнения занимают ведущие роли в причинах смерти в мире и особенно в цивилизованных странах, таких как наша страна. И на данный момент в Самарской области и в России в целом не выявляются дети с первичными нарушениями липидного обмена, такими как гиперхолестериномия, наследственная форма, либо спорадическая форма. Приложение предназначено для врача. Он будет загружать туда профиль ребенка со всеми его данными и результатами анализа на определение липидного профиля. По мнению Сергея и его коллег, такой анализ должен стать для детей обязательным. Анализ всего один – это липидный профиль крови, то есть содержание липидов в крови. Это общий холестерин или протеин низкой и высокой плотности и три глицерина. На данный момент профилактика ведется среди взрослого населения, когда уже основные морфологические и функциональные изменения произошли. А мы хотим включаться на несколько пунктов раньше, когда еще этих морфологических и функциональных изменений нет. Если врач по результатам анализа заметит негативные изменения, он направит ребенка на дальнейшее обследование. Это поможет на ранних стадиях выявить предрасположенность к атеросклерозу. Но есть и другие признаки, на которые стоит обратить внимание. Ожирение и повышенная масса тела – это в первую очередь артериальное давление, то, что сейчас очень многих школьников, к большому сожалению, беспокоит. Вот у нас здесь дети лежат, на первый взгляд, с диагнозом синдром вегетативной дистонии с периодическими подъемами давления. Но когда их начинаешь обследовать, выясняется там нарушенный липидный профиль. Атеросклероз может быть у детей наследственным. И это подтверждается исследованиями, которые во время разработки приложения проводили Сергей с научным руководителем, Галиной Санталовой и другими врачами-учеными. Обследовали 700 детей из Самарской области из разных категорий. В поликлиниках нам дали родителей детей, у которых в раннем возрасте, то есть до 55 лет уже были катастрофы какие-то, сосудистые инфаркты, инсульты. Часть из них, конечно, летально закончились. И вот мы детей от этих родителей тоже обследуем. Это вот одна когорта. И обследуем детей 10-летнего возраста. Не знаю о них, допустим, ну ничего, подробностей мы не учитываем. Просто берем 10-летних детей и определяем у них уровень холестерина. На исследование пошли средства гранта «Умник» от Фонда содействия инновациям. Грант Сергей выиграл в 2021 году. Приложение почти готово. Медики надеются, что Минздрав одобрит инновацию и внедрит комплекс в лечебные учреждения региона, а также внесет соответствующий анализ в приказ об обязательном обследовании детей. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.